Более такой приземленной темой расскажу о продвижении, причем в принципе о рекламе, о том, что вы можете сделать для того, чтобы о вашем продукте узнали больше людей, чем ваш круг друзей и родственников. На самом деле, Google в этом направлении делает очень-очень много. И, наверное, я бы хотел сейчас немножко изменить ваши отношения к понятию промо, о продвижении, маркетинг, рекламе и вот эти вот штуки. Потому что многие из вас, я уверен, воспринимают слово, например, реклама, как такой информационный шум, который очень сильно… Папс, папс. Да, да, да. На самом деле, компания, которую вы любите и ради которой мы сейчас все здесь собрались, она очень много делает для того, чтобы изменить и, скажем, переломить эту ситуацию, и делает все по-другому. Она делает так, чтобы превратить из этого информационного шума ту информацию, которая будет действительно релевантна и, скажем, отвечать запросам, отвечать требованиям пользователей. То есть, показать нужному человеку нужное сообщение в нужное время. Это очень-очень важно. Таким образом, реклама становится, скажем, таким методом информирования о своем проекте. Дело в том, что я работаю в Киевском офисе Google, я занимаюсь направлением IT-компаний, то есть я работаю с большими рекламодателями, которые активно используют наши продукты, и очень часто наблюдаю некоторые ошибки, о которых сейчас хотел бы с вами поговорить. Ну, во-первых, первая такая штука, которую иногда замечаю, это мнение о том, что реклама нам не нужна. На самом деле реклама – это отличная возможность для любой компании, для любого проекта масштабировать свой проект. Масштабировать, чтобы получить дополнительную прибыль, чтобы нанять новых сотрудников, чтобы заниматься более масштабными вопросами. Это просто интереснее. Вы получаете новые возможности. Вместо того, чтобы пилить какой-то маленький проект, вы можете вести большой. Причем на глазах у меня было несколько таких ситуаций, когда компания, которая начиналась, условно говоря, с 10 людей, именно благодаря масштабированию, именно благодаря тому, что они рассказали о своем продукте всему миру, они смогли вырасти до большой компании в 100, может быть, 200 человек. То есть для вас это действительно возможность донести и используя, в частности, причем я сейчас говорю и о платном, и о бесплатном продвижении. На самом деле это не так важно. Важно, чтобы вы относились к рекламе и к маркетингу адекватно, как возможности получать больше. Что тут еще важно? Так, вот когда я слышу фразу про то, что реклама не нужна, знаете, я вспоминаю такую хорошую фразу. Вам реклама не нужна? Серьезно? А значит, какая нужна? Там, Хьюлит Баккарду нужна, там, не знаю, там, Гуглу нужна, а вам, значит, там, компания и рога и копыта не нужна. Ну, круто, да? Что тут скажешь? Поэтому реклама, на самом деле, как метод получать больше, она, на самом деле, нужна всем. Причем мы говорим сейчас и о B2B, там, когда, ну, вот у нас хороший пример, есть компания в Киеве сидит, они делают такие серьезные B2B решения, там, ну, цена вопроса, там, 100 тысяч долларов. То есть, у них не так много клиентов, но, тем не менее, они активно используют рекламу, потому что нужно привлекать лиды, нужно привлекать дополнительных клиентов и тому подобное. Что в этом направлении делает Гугл? Делает очень много. С одной стороны, ну, то, что вы уже там привыкли, наверное, видели, это там, поисковая реклама. Как работает поисковая реклама? Поисковая реклама, она работает по принципу полки в магазине. То есть, вот, вы пришли, вы чего-то хотите, вы потянулись, взяли, да, то есть, вы что-то искали, вы это нашли. Есть медийная составляющая, это очень-очень большая составляющая. То есть, ну, о поисковой рекламе, на самом деле, многие из вас так уже знали и без меня, а вот о медийной рекламе, к сожалению, знают далеко не многие, особенно те, кто не относится к рекламе. Медийная составляющая – это медийная сеть Гугл. Она огромная, это миллионы сайтов по всему миру, то есть, все эти сайты, которые поставили у себя блог AdSense, причем это сайты, начиная от таких вот маленьких, каких-то там, не знаю, там, променяемую собаку Дусю и заканчивая громадными проектами, там, Wall Street Journal, да, и тому подобное. Тот же YouTube – это тоже площадка нашей медийной сети. Что касается еще одной составляющей – это мобильная реклама. Вот сейчас многие из вас здесь, наверное, вот кто занимается разработкой мобильных приложений? Скажите, а как вот… Да, да, много. А вот поделитесь опытом, как вы продвигали, как вы рассказывали миру о своем приложении. Есть ли у кого-то такие success stories? Я тут прав. А, делал маркетинг. Ага, делал маркетинг. Раньше на андроид маркете они сами как бы всплывали, потому что была категория Just-In, там, то есть, делаешь хороший апдейт, и тебя видят. Сейчас как бы Google это… Да, тут, смотрите, тут есть такой момент, вот, мне кажется, вот, большинство таких success stories, там, особенно про мобильные приложения, там, а-ля Angry Birds, да, это все случилось, ну, вот, набрало те обороты, которые мы видим сейчас. Оно, ну, там, выстрелило в году 2010, да, когда и App Store, и тем более Google Play, тогда Android Market были достаточно небольшими. Сейчас, вот, чтобы вы представляли масштаб, и в том и в том маркете порядка 700 тысяч приложений, уже там, больше 700 тысяч. Каждый день около 800 приложений заливается в маркет. То есть, кроме вас, еще порядка, там, 600 таких же команд, таких же классных, умных ребят, как вы, заливают свои приложения. И они также верят в то, что они станут там, там, Angry Birds 2, да. Вот, ну, поэтому нужно понимать, что… Конференция очень большая, и уже просто так, там, создав какой-то классный продукт, и куда-то, там, рассказав своим друзьям и треуродной бабушке в Виннице, ну, не получится, да, он просто сам по себе не пойдет. Нужно заниматься маркетингом. Причем, опять-таки, я говорю сейчас не только о платном, да, и можно продвигать его, и, там, и бесплатными путями, да. Просто нужно этим заниматься. Тот же, если мы говорим о… Ну, вот, очень часто технические специалисты, они, скажем, воспринимают продукт и продвижение его, как, ну, просто сделаем классный продукт, мы просто, там, напихаем туда кучу фич, и он сам пойдет. Ну, вот не пойдет. Недостаточно просто сделать классный продукт сейчас. Вот если вы слушали, ну, конечно, вы все были здесь, вы слушали замечательный доклад Егора. Сколько времени он уделял в докладе, сколько процентов времени он уделял в докладе, там, описанию технологии, описанию, там, того, какие, там, языки программирования он использовал? Ну, наверное, не так много. Хотя, конечно, это очень важно, это супер важно, да. Вот, но принципиально еще понимать, что вы должны это как-то показать миру, что вы сделали классный продукт. И как это делать? Есть очень много стратегий, есть очень много подходов. Я вам советую, если вы этим не занимались, хотя бы, там, купить какие-то, какую-то базовую книжку о маркетинге, о рекламе, почитайте. Это просто интересно, это расширит ваш кругозор. Мне кажется, что здесь, ну, наверное, там, есть уже люди, которые начали что-то, там, пилить после работы свое. Есть такие, да? Какой-то свой проект что-то делает, да? Вот. Я думаю, что там через какое-то время еще больше процентов, вот, собравшихся здесь, будет, придет к этому, да. Наверное, сейчас многие здесь сидящие, работают на какие-то большие аутсорсинговые компании, получают заказы, там, из Америки, из Укея, да, и реализуют их. Но рано или поздно, я думаю, что все-таки произойдет какой-то момент, когда люди ведут к производству своего какого-то продукта, вы начнете делать что-то свое, и вот тогда возникнет вопрос, как это дело продвигать. Вот. Поэтому, вот, кстати, у вас в том пакете красивом, который вам, наверное, раздали, или раздадут, я, честно говоря, не знаю, там, там раздадут, да. Ну, подумай. А, да, да. Ну, еще подумай, да, у нас сейчас составили. Сэкономи за работой, да, мы решили каждому второму раздавать пакеты. Они и так неплохо выглядят. Там красиво стояло. Да, мы только девочек будем раздавать. Да. Вот, в этих пакетах, кроме, кроме там красивых футболок, есть еще такой купон, да, такой промо-код на нашу рекламу. Вы можете попробовать просто, если у вас уже есть что продвигать, вы можете просто его активировать и попробовать нашу рекламу практически без никаких инвестиций. Просто вот посмотреть, насколько она для вас работает. В принципе, все рекламные продукты Google, они очень сильно заточены под результат, они сделаны так, чтобы действительно приносить вам пользу, приносить вам вскачивание, приносить вам клиентов. Поэтому смотрите, изучайте. На самом деле, я не хотел здесь сейчас показывать какие-то презентации с интерфейсами рекламных продуктов. Вы все здесь умные с техническим образованием. Я думаю, вы там разберетесь, какие кнопочки нажимать. Они рассчитаны на людей гораздо менее продвинутых, чем все здесь собравшиеся. Ну, хорошо. Наверное, на этом все. Если у кого-то есть вопросы, буду рад ответить. Нет, вопрос. Разбуждение. Нахожу на другое. Павел, чтобы сказать, что у вас самых распространенных ошибок на вашем мере этих компаний. Да, спасибо, что напомнили. Отлично, да. Я как раз забыл об этом. С одной стороны, проблема в том, что люди не понимают... То есть они, делая продукт, они не думают о том, какая потребность в этом продукте. То есть они там... Вот я знаю, там, не знаю, какую-нибудь технологию, вот я на ней чего-нибудь напишу, какой-нибудь там машап Твиттера и там Фейсбука, и вот чтобы он синхронизировался еще с чем-то. Ну, круто. А кому это кроме тебя нужно? Что ты думал? То есть ты смотрел там, делал какой-то маркетинговый анализ, то есть ты подводил под это какую-то основу того, что в мире кому-то кроме тебя еще этот продукт нужен. Кроме того, еще одна большая проблема, то что люди не могут быстро объяснить суть их продукта. То есть вот если, условно говоря, у вас есть сайт, на котором там описание вашего там софта, да, или там страница на Google Play, или там на Австоле с описанием вашего приложения, и ты заходишь, ты начинаешь читать, ты прочитал уже, не знаю, там 10 предложений, там 20 предложений, а теперь все как-то непонятно. А что он делает? Я что-то не понял. Вот, поэтому, на самом деле, мне кажется, если вы там в двух, в трех предложениях не можете описать суть, и причем так, чтобы это поняла ваша бабушка, то, очевидно, он не сможет, то есть этот продукт не сможет активно пойти на рынок. Вот, поэтому работайте над этим, работайте над теми же там посадочными страницами. То есть если вот идет речь о рекламе, то вы, очевидно, куда-то этот трафик привлекаете, да, а эти люди куда-то придут после клика. Это очень важно, да, куда они придут, как, что они почитают о вашем продукте. От этого очень сильно зависит процент людей, которые в итоге там скачают, установят и купят этот продукт. Вот, то есть смотрите на это. Что еще? Смотрите, то есть та же рекламная активность, это, скажем, это сложная многоходовая игра со своей стратегией, со своими тонкостями. Этим нужно заниматься, да. Я понимаю, что сам интерфейс там, тех же рекламных компаний, он простой, и, как я сказал, там для вас ничего сложного не будет. Но это как шахматы, да, научиться вот играть вот именно, куда там какая пешка ходит, а куда ходит слон, на это можно там потратить две минуты, да. А вот именно хорошо научиться играть, на это нужно годы, да. Поэтому занимайтесь этим, занимайтесь стратегией, думайте, кому нужен ваш продукт, и масштабируйте. Я очень вам желаю успеха, тем более в современном мире, где есть возможность, там, сидя, не знаю, в каком-нибудь маленьком украинском городе, делать продукт, который будет конкурентен, который сможет заработать миллионы, и вы можете стать лидером в своей какой-то, в своей какой-то отрасли, в своем направлении. Благо, такие примеры уже в Украине есть. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ